Мы начинаем новый цикл передач, посвященный человеку и всему, что с этим связано. Как говорил еще великий Гетте, хотя весь мир движется вперед, молодежи каждый раз приходится все начинать сначала. Мы словно по образу и подобию Божьему, да? Вопрос к вам, что такое образ Божий? У нас. Сама наша душа, скорее всего, это есть образ Божьего. Бессмертная наша душа. Наша разумность, наша свобода и наше творчество. Что такое свобода? Очень простой вопрос. Что такое свобода? Свобода – это то, что дно человеку от Бога, но как право выбора. В понимании как православного человека свобода – это торжество Духа над телом. Свобода – у тебя нет ограничений, ты можешь делать все, что хочешь, все тебе дозволено. Слова апостола Павла – «Все мне дозволено, но не все полезно». «Все мне дозволено, ни на что не должно овладевать мной». Зло произошло и происходит от неправильного употребления свободы воли. Свобода – это умение следовать высшему в нас, высшему данному от Бога. Когда мы верим как сыны Божии, вот это же, по-моему, высшая свобода. Эрос – это любовь в греческом понимании, та, которая возникает стихийно, бессознательно. Любовь к себе, как эрос, это самолюбие, наверное. Конечно. Филия – это любовь, которая уже осознанная, когда ты знаешь, за что ты любишь. Это любовь дружеская, агапе. Это любовь уже жертвенная, это любовь действия. Я думаю, что это когда ты ради себя готов чем угодно пожертвовать. А как может в себе в отношении жертвена быть? Вот вы мне ответьте на это. Любовь к себе, как эгапе, это пожертвовать, к примеру, своим телом или, ну, своими страстями ради спасения. Аминь. То есть это возлюбить в себе образ Божий. Христос любит нас в любовь, эгапе, и все, что он совершил, это было эгапе. То есть вот эти все действия, я распиляю эгапе, это стадия любви? Это три вида любви, которые все нужны, а это три ступени любви, восхождения. Агапе будет считаться, если человек готов отдать все ради своего ближнего? Возлюбить ближнего, как самого себя. Это делать все для его спасения, все, что может ему помочь. Нет больше той любви, когда кто положит душу свою за други свои. Я вот чуточку не понял. Агапе – это то, ради чего мы родились и к чему мы должны стремиться. А разве мы не должны постоянно думать о самосовершенстве, не отвлекаясь на Эрос и Филе? Когда ты уже дошел до Агапе, Эрос и Филе тебе уже неинтересно, потому что ты уже Агапе. Это уже уровень, состояние любви, не чувство любви. Агапе локомотивом является мои добрые дела. А мое отношение следует за ним. Если они, имея любви, делают дела любви, мне Господь потом посылает любовь. Вот об этом Христос говорит. Любите врагов ваших, благословляйте поклинающих вас, благотворите ненавидящих вас. Три глагола. Любить, благословлять, благотворить. Действие. Я вижу свои недостатки в себе, я понимаю, что если я не буду совершенствовать себя, изменять себя, я не спасусь. Цель не свое спасение, а соединение с Богом. Оно происходит, параллельно к бонусам происходит твое спасение. Вот, ребят, вот как нам передается дар воскресения Христа? Это, естественно, через таинство Евхаристии или причастие? Аллилуйя. Ребят, очень важно понимать, мы причащаемся в воскресшего Христа. Это тайна, которую вместить очень трудно. В нас течет кровь воскресшего Христа, когда мы причащаемся. И мы, православные христиане, мы с вами новая раса, реально новая раса. Другое дело, что открыты двери в этой расе для всех. Для негров, для китайцев, все могут стать частью этой расы. Мы реально новый народ во всем этом существовании Вселенной. Это удивительно. И это нам передается только через крещение, через чашу. Редактор субтитров А.Семкин